Русские православные церкви Русские православные церкви Русские православные церкви И написали соответствующие письма во всяческие органы, чтобы это запретить. Выступления православных активистов, которые по сути не имеют никакого правового статуса, но к ним органы, которым следует следить за общественным порядком, относятся, мягко говоря, нейтрально, если не сказать снисходительно. Мы в странное время живем, мы уже ко многому привыкли, многие вещи нам не воспринимаются так, как если бы они прозвучали в году 2005 или 2000 году. Но, простите меня, Россия по статье 4 Конституции РФ до сих пор является советским государством. У нас церковь отстранена от государства, так что давайте исходить из тех норм, которые прописаны в законе, и уважать друг друга. Если раньше советская власть пропагандировала скорее атеизм, то сейчас происходит обратное, тогда за моральным обликом следили и профсоюзы, и комсорги, были товарищеские суды. Как вы думаете, может ли со временем церковь взять на себя такие функции? Давайте исходить формально из того, что мы имеем на данный момент. Законодательно Российская Федерация и есть светское государство. Если парламентарии наши примут изменения и поправки Конституции, и государственный строй будет изменен, мы будем жить в этой парадигме, исходить из этой парадигмы. Но доколе мы декларируем со всех трибун, что мы государство светское, давайте следовать канонам светского государства. То есть, да, в ряде государств, в частности в Иране, церковь принимает непосредственное участие и в образовательных каких-то мероприятиях, и в прочих, прочих, прочих. В нашем государстве, повторюсь по Конституции, подобная норма не закоплена. Тем не менее, недавно в школьной программе появились основы религиозной культуры. Вы как к этому относитесь? Если история религии будет подаваться в нейтральном контексте, в этом нет ничего плохого, потому что это действительно история, от этого никуда не денешься. Если это будет насаждаться, будут даваться какие-то оценочные суждения, те или иные, неважно какие, это не совсем хорошо. Дети сами разберутся, дети в конце концов вырастут. В конце концов, школа это не единственная институция, которая участвует в воспитании детей. Есть родители, да и ребенок, в общем-то, со временем научится читать, научится думать. А мы, как родители, поможем сформировать своим детям критическое мышление. Вернемся к томскому скандалу. Вокруг строительства часовни. Власти так и не выразили свою позицию. Как вы считаете, на чьей они стороне? Я думаю, что власти сейчас невыгодно, потому что скоро выборы. Понятно, что выборы у нас, они такие немножко синтетические, но тем не менее. И опять же, люди, которые сейчас находятся у власти, могут декларировать одно, а на самом деле думать совершенно другое. Поэтому дискуссия сейчас, мягко говоря, спускается на тормозах. Но совершенно, мне кажется, всем очевидно, что в обществе есть раскол. Я не возьмусь давать какие-то процентные оценки, сколько тех, сколько этих, но однозначно значимая часть общества выступает за строительство часовни. И не менее значимая часть общества выступает за сохранение площади Новособорной в ее нынешнем виде. При таких обстоятельствах, как вы считаете, возможно ли горожанам, священникам и чиновникам как-то договориться найти общее? Договариваться всегда надо. Даже я вам скажу больше. Лучше ругаться, чем молчать, потому что молчание никакому решению, как правило, не приходит. Это лишь множит обиды, какие-то подтексты, контексты. Люди начинают себе что-то придумывать, додумывать. Общаться надо постоянно. Политика, она не только наверху. Политика, она и здесь, между нами, на абсолютно бытовом уровне. Сергей, спасибо. А я напомню о влиянии церкви в обществе. Мы поговорили с общественным активистом Сергеем Горельником. Редактор субтитров А.Семкин